Немножко про простые тренировки в рисунке. Чтобы легко рисовать домики, нужно легко рисовать кубики. Вот такой лист с тренировками. Нашел у себя в залежах, как я раньше делал. Беру лист формата А3, беру ручку, перьевую, конечно. Ну или перо-звездочка, или линер. Лучше вот такой. У меня тут бумага акварельная, но это совершенно не обязательно. Хватайте хоть скетчбук, хоть какие-нибудь обрывки бумажки, обои со стены. Но у меня тут крафт. И начинаете много-много рисовать вот такие простые формы. Вот, например, у меня. Начал сверху и шел вниз, отрабатывал. А потом комбинировал и чуть-чуть усложнял. Старался, чтобы штрихи показывали плоскости предмета. Шли именно по форме. Если свет слева, это максимально освещенная сторона. И пробовал плоскости разбить на три. Но тут, может быть, не очень хорошо получалось. Одна должна быть светлая, другая чуть темнее, третья еще темнее. А падающая тень еще темнее. Тут я не заморачивался с рефлексами. А искал способ максимально быстро, просто отразить простейшие формы. И сделать так, чтобы мне рисовать это было очень-очень легко. Ну и таких листиков нужно заполнить много. Такое прекрасное упражнение для того, чтобы смотреть сериал, слушать музыку, разговаривать по телефону и чирикать, совершенно освободив мозг, почти не вовлекаясь в процесс, но при этом тренируясь. И это к вопросу о базовых формах и штриховке, и формообразовании. Берите простую форму, отрабатывайте. Не берете сложную форму. Сначала простые. Много-много-много-много-много раз, чтобы вам стало легко. Делайте простую штуку, рисуйте симпатично. Тогда сложные штуки, состоящие из простых симпатичных штук, будут тоже симпатичными. И не будут требовать от вас преодоления или какого-то творческого подвига. Все будет просто на изи. И весь мир вокруг состоит из простых форм. А уж тем более архитектура. Все сложные штуки можно упростить до простых форм в голове, нарисовать их простыми на листе, а потом продетализировать. Вот именно так это все происходит. То есть нет смысла сначала рисовать сложную форму. Сначала нужно нарисовать ее простую, а потом принести туда детали. И тогда все будет быстро, просто, симпатично. Берите любой листик, берите любой пишущий инструмент, который есть под рукой. Ну, перевая ручка даст вам намного больше симпатичности. И делайте свою практику в фоновом режиме. Вы расслабляетесь, а ваши скиллы растут. Ну, круто же, удобно. Где вся эта драма художника? Где все это из последних творческих сил? Ну, если по-простому идти, то и драма встречается прям нечасто. Уроки по моей графике в описании к видео. А тут крутые плейлисты. Много информации ценной. Для тех, кто хочет рисовать быстро, просто хорошо. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чау-чау.